ДТП Пенсионерка собрала 200 тысяч рублей и отдала их курьеру, который должен был увезти деньги полиции. Только потом она связалась с родственницей и выяснила, что та в безопасности. На следующий день стражу правопорядка задержали дропера. Он дал признательные показания. Сообщил, что накануне совершил еще одно преступление. У пожилой женщины также забрал 89 тысяч рублей. Данную работу парень нашел в мессенджере Телеграм. С каждой суммы он оставлял себе 5%. 8 марта в местный отдел поступило еще одно сообщение о мошенничестве, совершенным аналогичным способом. Тут доверчивая пенсионерка потеряла 150 тысяч рублей. На следующие сутки и этого курьера задержали. Сотрудники правопорядка предупреждают, что на территории области участились случаи таких афер. При поступлении подобного рода звонков стоит связаться с близкими, прежде чем собирать деньги. А остальным стоит знать, что гражданам, которые хотят заработать таким образом, грозит статья 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество». Ее санкция предусматривает лишение свободы до 5 лет. Центр по гражданской обороне и защите от чрезвычайных ситуаций города Устилимска напоминает, что на территории нашего муниципалитета из-за возросшего количества пожаров продолжается действие особого противопожарного режима. В целях соблюдения законодательства на постоянной основе организовано проведение рейдовых мероприятий межведомственными патрульными группами. С начала года проведено 8 таких проверок, в ходе которых прошли профилактические беседы со 101 гражданином. Распространено 222 информационных буклета по правилам пожарной безопасности и пользование электроприборами в многоквартирных жилых домах, частном секторе и садоводствах. Разъяснен порядок установки автономных дымовых пожарных извещателей. Администрация города в очередной раз призывает жителей освободить проезжую часть. 14 марта будет производиться механизированная чистка дорог по улице Романтика в районе домов номер 7, 9, 10. Горожан настоятельно просят освободить проезды от припаркованного транспорта, чтобы коммунальные службы могли качественно выполнить свою работу. В Иркутске в области в 2024 году в ходе реализации претендентского нацпроекта «Экология» планируется увеличить площадь лесов, подлежащую восстановлению. План на этот год – 182 тысячи гектаров. В прошлом году лесовосстановительные работы проведены на площади 177 тысяч гектаров. В настоящее время делается акцент на искусственное и комбинированное лесовосстановление методом посадки сеянцев закрытой корневой системы. Планируют постепенно внедрить новые методы лесовосстановления – АЭРСЕФ, который позволяет засеять большие территории за короткий срок. Также особое внимание уделят использованию дронов для лесовосстановления, обнаружению участков с высоким риском пожаров. Обязательные работы и конфискация автомобиля. Такая плата за управление транспортом в нетрезвом виде. Апелляционная коллегия Иркутского областного суда оставила без внимания приговор Устилимского городского суда в отношении 41-летнего мужчины, который управлял автомобилем, находясь в состоянии опьянения. Ранее он уже был подвергнут административному наказанию за пьяное вождение и оштрафован на 30 тысяч рублей. С лишением права управления сроком на полтора года. Правонарушитель штраф оплатил в полном объеме, водительское удостоверение сдал, однако спустя некоторое время снова сел за руль под шофе. Суд признал гражданина виновным и назначил ему наказание в виде обязательных работ на срок 240 часов с лишением права заниматься деятельностью, связанной с вождением на два года. Автомобиль конфискован в доход государства. Осужденный посчитал приговор суровым и обжаловал его в апелляционном порядке, заявив об исключении конфискации имущества, так как транспортное средство принадлежит его жене. Однако машина является общим имуществом супругов, и оно использовалось одним из них при совершении преступления. В связи с этим решение суда первой инстанции сомнений в законности у вышестоящих коллег не вызвало. С 1 сентября в Иркутской области вступит в силу закон, ограничивающий деятельность так называемых налевая в многоквартирных домах. Соответствующий указ накануне подписали в региональном правительстве. Закон регламентирует размеры зала для обслуживания посетителей в заведениях общепита, торгующих спиртным, многоквартирных домах. Его площадь должна быть не меньше 50 квадратных метров. Напомним, ранее они могли иметь зал площадью от 30 квадратов. В случае же, если площадь зала для обслуживания посетителей у заведения окажется меньше, оно будет считаться уже не баром, а магазином алкогольных напитков. Соответственно, на них будет распространяться запрет на торговлю спиртным после 11 часов вечера. Электронный сертификат для людей с инвалидностью – это быстрый способ приобрести необходимые средства реабилитации за счет государства. Всего за 8 дней. Оформить его могут граждане с инвалидностью и граждане, пострадавшие от несчастных случаев на производстве или получившие профессиональное заболевание. Для этого нужно подать заявление через портал Госуслуг, в МФЦ или в клиентских службах регионального отделения СФР. Обязательное условие – иметь банковскую карту МИР. В перечень доступных средств реабилитации входит около 270 наименований, включая изделия, изготовленные на заказ. В 2023 году более 7,5 тысяч жителей Иркутской области с инвалидностью смогли приобрести технические средства реабилитации и протезно-ортопедические изделия с помощью электронных сертификатов. Новое компьютерное оборудование поступило в 420 образовательных организаций при Ангаре. Цифровая образовательная среда – это не подмена традиционного образования дистанционным или виртуальным. Речь идет о доступном интернете и оснащении каждой школы современным оборудованием, а также обучении педагогов использовать электронные ресурсы в работе. А для детей – возможность владеть IT-компетенциями, открывает перспективы выбора востребованных в современном мире профессий, связанных с развитием информационных технологий. В Усть-Илемске продолжают устанавливать мемориальные доски героям-землякам. 11 марта в общеобразовательной школе номер один прошел торжественный митинг, посвященный открытию памятного знака выпускнику школы – Горячкун Евгению Викторовичу, погибшему в ходе специальной военной операции и посмертно удостоенному Ордена Мужества. 12 марта в школе номер два была установлена мемориальная доска участнику боевых действий в Афганистане – Игорю Сергеевичу Пряхову. Ее разместили на первом этаже в фойе школы, которую он окончил. Наш земляк был посмертно награжден медалью за боевые заслуги и Орденом Красной Звезды. 9 марта в спортивно-оздоровительном комплексе «Дельфин» в рамках спартакиады трудовых коллективов и учащейся молодежи города Усть-Илемска прошли соревнования по плаванию. Каждую команду представляло четыре спортсмена. По итогам заплыва в командном зачете победила сборная здравоохранения. На втором месте – общество «Динамо», на третьем – представители группы «Илим». В личном первенстве среди мужчин лучший результат показал Богдан Чернышев, у женщин – Дарья Корешникова. 10 марта прошли соревнования по лыжным гонкам. В личном первенстве среди мужчин лидером стал Байсхалан Намданов, у женщин – Инна Сагайдаковская. В командном зачете первое место завоевали спортсмены охранного предприятия «Ангара», второе – сотрудники МЧС, и третьими стали энергетики «Н-Плюс». Алена Феоктистова, Антон Емельянов, информационная программа «Северный город». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова